всем привет ребятки по многочисленным просьбам решил записать видео с новополагающими правилами и механиками игры paragon the overprime если вы зашли на это видео значит вы заинтересовались игрой вы начали в нее играть и вам многое что непонятно либо в принципе смотрите видосик и планируете поиграть в эту игру смотрите видосик чтобы понять будет ли она вам и интересно и так с чего начнем первонаперво ребятки первонаперво что нужно сделать это зайти ко мне на канал найти видео убираем мыльную картинку метод 2 и ну то есть установить игру зайти ко мне на канал найти видео метод 2 провести сделать все так как указано видео также обязательно внимательно почитайте описание к видео там указаны еще кое-какие нюансы которые видео не сказаны это уже конкретно настройки будут самой игре так как только вы все это сделаете у вас картинка станет четкой красивой поехали дальше с чего мы начнем начнем и ну как обычно тут получается что у нас это у нас ежедневные контракты еженедельный контракт дальше у нас друзья добавить друзья в принципе тут все просто почта сюда приходят сообщения от разработчиков крайней мере вот у меня два сообщения было на разработчик это ринары это внутриигровая валюта это у нас кима это донатная валюта вот поехали дальше по героям давайте зайдем и разберемся по героям очень много сейчас людей новичков кто заходит эту игру играет и люди пока не понимаю но многие люди заходят то вообще в принципе дело никакого не имел с мобой это моба вот и соответственно не понимает основополагающих механик моба вот у нас есть пул героев пул героев герои которые выделены у нас вот этим зеленым шестиугольником ромбиком это герои сменные герои ротации раз в неделю они меняются то есть ближайшая это будет в четверг я так понимаю у нас произойдет ротация героев герои которые просто у нас без каких-либо вот таких вот выделение ромбиков это полученные мной герои то есть твин мюрель rampage грукс и гидеон это персонажи которые получил я за ежедневный вход также я купил получается аврору и призрака ладно поехали теперь дальше по героям у нас есть герои делятся на класс класс воин танк убийца заклинатель рейнджер герои поддержки саппорт давайте пройдемся по каждому воин что он кто у нас относится к воинам грукс и маусе рад кван химера зачастую зачастую воины это у нас герои лесники джангл роль у них зачастую джангл танки у нас два танка сиварок зачастую соло лейнер либо лесник и rampage зачастую саппорт либо лесник также у нас класс заклинатели заклинатели у нас это получается класс зачастую плюс-минус гибридный допустим убийца это персонажи с маленьким баром хп но с взрывным дамагом то есть взрыв взрывной мгновенный дамаг вливается что значит взрывной мгновенный дамаг это то есть за короткий промежуток времени они вливают очень большое количество дамага очень большое количество дамага дамаг ну то есть урон дальше поехали заклинатели Заклинатели это у нас персонажи зачастую соло, ой, соло, mid lane. Средняя линия. Это персонажи, которые стоят у нас на средней линии. В редких случаях, такие как Белика, ну в принципе любого можно взять. Ну, к примеру, Белика может в принципе стоять как саппорт. Фея, гаджет, это уже больше такое по фану игра с саппортом, но это больше по фану. Аврора. Аврора вообще гибридный класс, по сути это заклинатель, но по факту это танк. Ее место, это основное, это соло лейн. Как саппорт она тоже не особо. Поэтому на миду она вообще стоять не может. Это чистый соло лейнер, либо саппорт, в крайнем случае. Поехали дальше. Рейнджеры. Рейнджеры тут все понятно. У нас идет первый, второй, третий. Это чистые АДК, чистые АДК, которые собираются там по формуле full max дамага с руки. Дальше у нас идет ревенант. Этот товарищ для новичков я не советую. Это сложный персонаж. Вы можете его потестить в тренировке. Вы поймете, что да, действительно это довольно-таки сложный персонаж. Его нужен хороший АИМ. АИМ, то есть нужно попадать каждой пулей во врага. И у нас идет призрак. Призрак это гибридный класс по большей части. Его можно собирать как в чистого дамагера с руки, как собирать в кастера, то есть урон с заклинаниями. Либо собирать гибридный класс. Он наполовину и с руки, и с способностями бьет. Герои поддержки. В Герои поддержки у нас идет Мюрель, Деккер, Нарбаш, Стил. Из них чистые саппорты это Мюрель, Деккер, Нарбаш. Мюрель накидывает нам щиты. Деккер имеет стан, хороший стан. Нарбаш имеет стан и хилит. То есть восполняет здоровье. И Стил. Стил у нас довольно-таки специфический. Саппорт это больше танк. И собирается он в танка. Просто у него есть большое количество контроля. Соответственно, что я предложил бы для освоения, для новичка, в первую очередь. Наверное, все-таки в первую очередь Деккер. Деккер очень хороша, очень легко попадать станом. И вы будете полезным. Хотя бы тем, что просто хотя бы будете станить врагов. Стил тоже хорош. Он собирается, но его нужно собирать не по рекомендованной сборке. Его нужно собирать в танк. Он очень хорошо держит дамаг. И также новичку подойдет. Но опять же, новичку, который уже немножко поиграл, имеет представление, как собирать. Так, теперь у нас по предметам. Предметов у нас много, но по предметам я пройдусь сейчас, создам игру. Так, давайте, поехали. Стоп, еще один моментик. Заходим, смотрите, у нас есть профиль. В профиле у нас статистика. Есть боевой отчет. В боевом отчете указаны наши игры. Мы можем посмотреть, кто сколько чего сделал. То есть, вот последний бой мой вчерашний. Мы можем смотреть полную статистику. Здесь все указано. Лечение, нанесенный урон по строениям, по героям, по вышкам, по мобам. Ну и график. Кому интересно, кто хочет там прям повникать, что он как там отыграл. Хорошая вещь. Эмблемы. Заходим в эмблемы. Здесь эмблему мы выбираем, которая будет стоять у нас вот здесь. Напротив левела. Допустим, вот выбран панк череп. Дальше. Заходим в герои. У нас есть, допустим, играть. У нас есть вот такой баннер. Чтобы этот баннер установить, у вас будет по дефолту твин бласт. Потому что вы первым героем получаете за первый вход в игру твин бласта. И он у вас будет стоять, этот баннер постоянно. Очень многие ребятки заходят и спрашивают, как поменять. Показываю. Заходим в герои. Заходим, например, обязательно заходим только в тот персонаж, который у вас либо куплен, либо вы получили его за ежедневный вход. Например, Грукс. Зашли. То есть заходим в него, прям в него. И заходим в облики. Щелкаем. Так, а вот смотрите, в Груксе нет. Выбираем Грукса. Выбрали правильно? И нажимаем выбрать знамя. Обратно выходим играть. И теперь у меня баннер Грукса. То есть, повторяю еще раз. Заходим на любого персонажа. Вот у меня рампака тоже есть. Ну вот у меня, допустим, есть призрак. Заходим. Призрак. Два раза. Облики. Сразу не появится. Сразу не будет. Нужно нажать на скин. Это стандартный его скин. И выбрать знамя. Все, с этим разобрались. Теперь заходим. Играть. Я сейчас создам свою игру, чтобы более или менее показать то, к чему да как. Пароль там, ладно. Так, максимальное число зрителей. Численность тег. Свободный выбор героев. Поехали создать. Добавляем бот. 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 Ботов добавляем просто. Я не буду вам сейчас показывать какие-то билды там, построения, как собирать того или иного персонажа. Сейчас я просто показываю основы. Так, у нас есть линии. То есть у нас перед стартом есть линии. Сейчас я объясню. Есть это соло линия, джунгли, средняя линия, герой поддержки, герой АДК. Что мы видим? У нас эти же линии вот. Если вы играете, вы выбрали там какую-то линию, либо вы не выбрали, вам досталось. Вот допустим, вы смотрите, вы попали на соло линию. Щелкаете сюда, и вам подсвечивает какой герой там должен стоять. Ради бога. Либо вы взяли там, условно говоря, вы хотите там на Мердоке, но пожалуйста, пощелкайте по этим вкладочкам и посмотрите, где Мердок должен стоять. Либо вы взяли там сиворога, посмотрите, где он должен стоять. И туда идите, не берите персонажа, который не предназначен для определенной линии. Вот мы сейчас зайдем в игру, я вам объясню это более подробно и наглядно. Чтобы было понимание. Итак, у нас есть магазин. Ладно, сейчас магазин, потом. Вот мы спускаемся, у нас есть три линии. Раз, два, три. Смотрим туда. Это соло линия. Я на соло линию выбрал, у меня подсвечивает, куда мне нужно идти стрелочки. Соло линия. Туда можно брать героев. Таких как Танк. Груэта Рампага. Это у нас Сиворог. Туда можно брать АДК, таких как Твин Мердок. Сойка там очень тяжело стоит. Туда можно брать всех бойцов. Туда можно брать часть убийц. Можно заклинателей брать. То есть, в принципе, любого персонажа можно брать туда. По большей части. За исключением некоторых. Потому что, если, допустим, пойдет на соло линию Акалари, ей будет тяжело стоять против какого-нибудь АДК. Тут нужно смотреть от пика. Но по факту на соло линии может стоять любой персонаж. У нас есть Мид Лейн. Средняя линия. Вот здесь не каждый персонаж может стоять. Здесь могут стоять только заклинатели. Зачастую. И то не все. Все маги идут на мид. То есть, если вы хотите стоять на средней линии, берите мага. В дальнейшем вы чуть-чуть еще поиграете и поймете, что можно еще кое-кого брать. Но пока вы не понимаете, что какой персонаж куда идет, то я объясняю. Соло линия. В принципе, могут идти все персонажи. В принципе, все. Тут больше зависит от того, кто у вас будет противником. Насколько вам сложно будет стоять. На мид лейн идут только заклинатели. Маги. По-простому. И у нас есть линия, где стоит у нас поддержка и АДК. АДК сюда идут. То есть, на эту линию, если вы берете Твинбласта, Мердока, Спэрроу, Ревенант. Кто у нас еще там получается? Ну вот, четыре вот эти товарища, они идут вот сюда. Только на двойную линию вместе с саппортом. Если вы новичок, не надо брать Твинбласта на мид. Это категорически нельзя делать. Потому что вы ломаете не только командный геймплей. Вы просто руините катку. На миду вы стоять на Твинбласте. Еще на Мердоке как-то как-то на Твинбласте Ревенанти вы не сможете. Вас заклинатель будет убивать. Вы обидитесь, разочаруетесь в игре и выйдете. И тем самым порушите игру всем остальным ребятам, кто с вами играет. Эта игра в первую очередь командная игра. И поэтому нужно играть командно. То есть двойная линия. Сюда все АДК идут. Все АДК идут. Твинбласт. Мердок. Ревенант. Спэррол. Можно даже пойти, получается, и призраком. Все. Четвертый момент. Это у нас лес. Лесники в лес идут у нас зачастую убийцы. Но не все. Но могут все, в принципе, убийцы и бойцы. В редких случаях танки. Они тоже идут нормально, но зачастую идут убийцы. Повторяю еще раз. Все убийцы. Бойцы. И танки. Маг сюда не идет. АДК сюда тоже в лес. Не идет. Если вам попалась роль лесника, берите персонажей из группы. Убийцы. Бойцы. Танки. В лес нельзя брать АДК. Нельзя брать поддержку. В редком случае можно взять стилая, но это будет сложно. Куда также нельзя брать мага. Магов вообще в лес категорически нельзя. Очень сложно. Можно, но это люди должны опытные играют так. Новичкам вообще будет нереально лес тогда стоять. И вы начнете бегать, мешать, забирать опыт, сами проседать. По линиям пока будете бегать, сами проседать. Начнете забирать опыт у людей, кто стоят на линии. И тем самым будете рушить просто командный геймплей. Ладно, с этим разобрались, с направлением линий. Сейчас, после катки я еще раз повторю, какие персонажи куда идут по персоналям, по каждому. Так, смотрите, есть у нас магазин. Есть у нас магазин. У нас начальная страничка рекомендованные предметы. Мы видим здесь, видите, вот эти вот камни. То есть камни. Я вам сейчас опишу. Это камень начальный предмет. Его брать обязательно в начальной стадии. Что мы видим? Первый камень. Синий камень для магов. Это для тех персонажей, кто наносит магический урон. У него основной магический урон. То есть все персонажи бьют с руки. Кто? Это физический урон, способностями магический урон. Если вы основной урон вливаете не с автоатакой, а способностями, обязательно берем вот этот камень. Камень проницательности. Вот этот камень. Камень разрушителя. Этот камень предназначен для героев, кто идут в лес. То есть сейчас я вам покажу, его там тоже действует как. Камень действует... Ну ладно, давайте все постепенно. Красный камень и черный камень это камни АДК. Кто наносит основной дамаг с автоатаки с руки. Берут вот эти камни. Дальше у нас зеленый камень. Зеленый камень предназначен у нас для танков. И золотой камень обязательно предназначен для саппортов. Его брать обязательно для саппорта. Потому что основная механика игры на двойной линии, саппорт АДК, АДК бьет крипов и добивает крипов. А вы стоите рядом и сейвите АДК. Основная задача поддержки. И вот этот камень позволяет вам просто стоять рядом, просто стоять рядом и получать пассивно золото. Как мы видим, приносит 3 золота каждые 10 секунд, увеличить количество получаемого золота до 6. Если герой был в небольшой приносит 3 бонусных золота за каждого отсутствующего пиона, ну то есть у вас есть пассивный, вы пассивно получаете золото. А если вы его не возьмете, вы просядете очень сильно, если будете играть на саппорте, вы не возьмете этот камень, будете стоять с АДК, АДК соответственно будет добивать всех хрипов, съедать все золото, вам будет идти опыт, но вам не будет идти золото. И вы очень сильно просядете по закупу предметов. Так, поехали дальше. Также у нас тут есть банки, но это понятно, это все разбираются, и ворды. Тут я думаю, сложности ни у кого не возьмется, не возникнет. Это у нас банки единоразовые по 50, нажала на пропало, эти банки заряжающие по 150. То есть 2 нажатия и банка пустая. Возвращаешься на базу, она восполняется. Побежал дальше, опять 2 использования, банка пустая. Опять вернулся, и до тех пор, пока ты ее не продашь, она будет постоянная. Это у нас банка восполняет немножко и здоровье, и хп также одноразово. Теперь у нас возникли вопросы по предметам. Кстати, по предметам, смотрите еще какой нюанс. Выбираем предметы. То есть все вот эти камни начальные, они эволюционируют. То есть камень начальный, на него щелкаешь, вот тебе показывает, во что он эволюционировать может на быстрой стадии. На нее щелкаем, что нужно для этого. То есть мы этот камень купили, нужно докупить. Вот это и вот это. И докупаем. Все, мы эволюционировали уже предмет в разрушитель камней. Дальше, чтобы его эволюционировать, мы также на него щелкаем, нам показывает выбор, что из этого мы можем собрать. Также щелкаем, и нам показывает, вот у нас вот это уже собрано, нам нужно дособрать вот это и вот это. И мы получим уже легендарный, крушитель костей. Каждый камень уникальный, у него свои особенности. То есть этот у нас, допустим, по монстрам наносит урон, чем, ну, сильнее ты. Его апаешь, тем больше урона будет наносить он крипам. Сейчас еще раз покажу теперь вам механику работы этого камня. То есть это именно касаемо лесного. То есть, зашли в лес, пытаемся забирать баф, да? Вот нас крип бьет. У нас здоровье падает, соответственно. Прожимаем, наводим это, ну, прожимаем камень. У нас появляется прицел, выбираем крипа, бьем. Все, мы крипу нанесли урон, и этот камень нас также похилил. Мы, видите, получили здоровье. Наша повысилась. То есть, вот так работает этот камень для лесника. То есть, если вы идете в лес, этот камень обязательно, он очень вам поможет в фарме леса. Так, теперь. Многие также еще спрашивали, как телепортироваться. По дефолту, назначение кнопки B английской, либо E русской. B нажали, телепортируемся на базу. Не надо бежать до самой базы. Все. Так, теперь по закупке предметов. У нас есть предметы рекомендованы. Это то, что нам рекомендуют разработчики собирать для данного персонажа. Зачастую, зачастую, для многих персонажей подборка сделана хорошо. И то есть, можно прям смело собирать, и вы будете играть нормально. В процессе игры, когда вы наиграете тенное количество часов, вы поймете, что можно еще чуть-то изменить. Тогда уже начнете собирать свою сборку. Но, но пока вы это еще не знаете, все предметы не разобрались, лучше собирать стандартные сборки, рекомендованные. Что значит сборка? То есть, вот у нас первый предмет, ботинки. Мы нажимаем его, смотрим, чтобы ботинок, вот у нас здесь, чтобы ботинок вот этот купить, нужно собрать вот эти три предмета. Вот эти три предмета нужно купить. А чтобы вот этот, нужно вот эти два предмета купить. Ну, то есть, смотрите, покупаем раз. Все, купили эти два предмета. И теперь, чтобы они эволюционировали в это, нужно 350 монеток. Нажимаем, все, мы собрали вот этот предмет. дальше мы накапливаем золото покупаем вот этот предмет и вот этот предмет покупаем у нас появится здесь иконка 1 станет активной то есть будет светиться вот так же то есть когда у вас будет хватать золото всего чтобы его апнуть все засветилось два раза купили все купили ботинок и все персоны все предметы состоят но они из составные то есть их не просто так сразу надо только покупать копить там 2 125 и потом только покупать нет их можно постепенно покупать тем самым вы сильно не проседаете в дамаге ну и либо в жизни на маги в броне зависимости от роли персонажа и потихонечку собираете то есть раз раз там закупился побежал пофармил побил побил крипов вернулся докупил вот эту книжечку все опять побежал побежал пофармил золото прибежал докупил я вот это яйцо опять побежал также пофармил пришел вот это купил вот это то есть вот так постепенно закупается соответственно вот она сборка идет которая 6 предметов это сборка ваш собирайте рекомендован также если вы все-таки вам кто-то из друзей там советует порой это ты собери лучше вот это кто уже более опытный найди вот это собери вот это у многих людей возникает да блять да где кто как вообще найти смотрите заходим все предметы либо если человек вам говорит конкретное конкретное название к примеру вот берем мини мини мода убиваем вот он нас поисковик есть мини интер как видим ничего не нашел теперь вбиваем тут нужно именно я так понимаю с эпиграфом делать это не забывайте эпиграф важен то есть если здесь написано с большой буквы мини мода то также нужно и писать в поисковике мини мода с большой буквы ладно это хорошо это запомнили дальше бывает такое у вас допустим выбрано там здоровье вот здесь вы выбрали сами уже что-то листали потом он человек да зайди ты там получается в критах поставь критический там меч вы нажимаете типа у тебя там слева будет выборка нажимаешь на критический у тебя ничего нет и отече льда как горит не то все должно быть а ты не понимаешь чем эти проблемы проблема в том то что у вас активировано здоровье то есть вот эти все иконки их нужно отключать и захотите в конкретную если вы хотите найти предмет который дает два эффекта одновременно тогда вот так делаем то есть крит и скорость вот он мне выдал предметы которые дадут именно крит и скорость если же вам нужна только одна характеристика мана допустим вы жмете только на ману если вы нажмете ману и физическую защиту вам выдаст только те предметы которые имеют соответственно эти две характеристики на это обращайте внимание также у нас как мы видим предметы разбиты на блоке вот у нас первый блок 2 блок 3 блок и 4 блок первый блок у нас способны предметов это у нас по сути для физиков это для получается героев которые наносят большую степень больше дамаг авто атаки для них вот это вот этот блок для магических персонажей которые наносят до урон способностями вот этот блок дальше у нас идет вот этот блок идет у нас для танков ну соответственно вот эти вот этот блок у нас идет он уже универсальный тут по ситуации каждый тут есть и для физиков это вампиризм тут и для магов вампиризм и для физиков вампиризм тут также есть у нас для магов ускорение перезарядки это также подходит частично и для персонажей которые наносят физический урон то есть это уже тут все всего понемножку надеюсь как бы понятно объяснил также у вас здесь указанных и указаны характеристики то есть выберете условно говоря вот играющая за призрака да у нас здесь получается так здоровье здоровье магическая сила у меня сейчас 75 и 4 до вот я беру магическая сила словно горя щелкаю на вот этого персонажа предмет и смотрю вот у меня вот столько у меня сейчас 75 и 4 если я соберу этот предмет будет у меня 195 и 4 вот это первый момент теперь смотрите еще какой момент как вернуть предмет чтобы не переплачивать выделяем предмет который хотим вернуть выделили и нажимаем вернуть все мы возмещаем без потери если вы нажмете выделите и продать вы потеряете стоимость то есть вы купили его за 150 продадите за 100 условно говоря это все условно то есть если хотите вернуть вернуть можно только в том случае то есть смотрите сейчас я это могу вернуть закрываем магазин открываем я уже тоже могу теперь смотрите выхожу из магазина возвращаюсь ну то есть выхожу с базы пропала у меня этот маркировка возвращаясь все я уже это сделать не могу то есть пока вы находитесь на респе только тогда вы можете вернуть предмет если вы вышли с респа все предмет вернуть невозможно только продать так то дальше у нас по основным механикам но в принципе все по игровым механикам я думаю объяснять не буду тут это тоже как бы все просто по большому счету так смотрите у нас каждый по камням я так не до рассказал я лесной камень показал и камень для саппортов показал а все остальные камни то есть камень у нас желтый для саппортов он пассивно золото фармит крак камень для лесников он у нас наносит дамаг только крипам по персонажам по героям он не бьет только по крипам начальный камень он бьет по крипам и восстанавливает вам здоровье получается все остальные камни это у нас синий красный черный ну такой фиолетовый и зеленый они телепортируют то есть вы можете портоваться то есть я вот сейчас продаю это все купил синий камень смотрите он активный он у нас дает телепорт вот видите все и уходит на перезарядку 300 секунд не получится его постоянно юзать туда-сюда то есть даже если вы сейчас на условно говоря использовали продали думаете сейчас куплю другой нет нифига так не работает здесь он все равно будет в откате телепорт ладно все закончим выходим в лобби дальше смотрим давайте теперь еще раз конкретно пройдемся по героям ребят давайте поехали давайте я сейчас по каждому буду вот по отдельности пройдусь где этот персонаж может играть где его линия где он может стоять мёрдок это у нас адека соответственно идет на двойную линию двойная линия если вы новичок просто это двойная линия я именно для новичков поймите ребят я рассказываю именно это все тут как бы для человека опытного для него все что я тут рассказываю это все как бы он все это знает все это умеется это понимает и он у него вопрос возник и нахер ты это вообще расскажешь это все и так понятно но нет как я понял что не всем понятно поэтому я специально именно для новичков это все рассказываю мёрдок идет двойная линия вин идет двойная линия мюрель двойная линия саппортит rampage это танк лес либо соло линия либо саппортить то есть он может идти на двойную линию в лес либо на соло линия колори это только лес это лесной герой чисто в лес груз соло линия лес или стил это у нас соло линия лес и саппорт сперл это двойная линия адека все на другой линии стоять на ней невозможно очень сложно сиварок соло линия лес гидон мид фея мид крайнем случае саппорт ревенант с двойная линия только двойная линия аврора здесь двойная линия соло линия юс двойная линия как саппорт либо мид пенмау лес либо соло линия гаубица мид гаджет мид контеса соло линия при очень прямых руках возможен лес возможен мид но основное все-таки соло линия тират это соло линия очень сложно конечно на ней играть через лес тоже но как вариант можно лес за на соло линия лес деккер двойная линия это чистый саппорт больше никуда только двойная линия призрак это у нас хоть и указано то что это адека но своеобразный можно стоять соло линия отлично можно стоять саппортить тоже нормально и можно стоять на миду в зависимости от того на какой линии вы стоите берете тот или иной камень и соответственно тот или иной у вас будет геймплей призрак это универсальный персонаж который может стоять принципе на всех трех линиях поддержка как мидер и как соло лейнер кванг соло лейн лес шинби соло лейн редко берут очень сильно на мид потому что тяжело на ней на миду стоять и лес белика это мид саппорт то есть белика это у нас либо mid lane средняя линия также у нас двойная линия саппортом также может в принципе стоять на соло линии но относительно тяжело потому что нету escape of ну то есть с возможности быстренько свалить химера это у нас соло лейн но в большей степени это именно лесник вот прям отличный лесник но также может стоять на соло лейне и нарбаш это у нас чистый саппорт двойная линия все больше он никуда не может идти ни на мид не на соло линию чистый саппорт только садыка надеюсь ребятки как бы понятно всем объяснил что всем было как бы понятно что почем не хочу растягивать видео поэтому на этом на попрощаемся все что из основополагающих таких моментов чтобы вам более или менее стало понятно что да как где собирается как портуется и как играется я думаю рассказал уже конкретно по каждому персонажу я не буду пока запиливать в это видео что-то вставлять потому что это уже гайды конкретно по каждому персонажу они здесь не нужны вам вам нужно брать нужный камень собирать стандартные сборки которые вам предлагает разработчик идти брать персонажи если вы зашли вот сюда в герои посмотрели ой мне вот этот дядька нравится прям вообще класс 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 я на нем хочу играть смотрите к чему он у нас относится гидон заклинатель гидон слой сложность легко вот заклинатель этот товарищ идет только на мид лэйн больше никуда все то есть грукс воин воин у нас может стоять как на соло линии в лес эти все он не может стоять на миду он ты можешь его взять и пойти на мид когда ты выбрал там роль мидера мид лэйн ты можешь его взять но ты там придешь туда тебя я не знаю так пятой минуте раза три убьют и все игра закончена то есть все это уже гг дальше уже будет сложнее вытянуть и чем дальше ты будешь у меня чем больше ты начнешь умирать тем больше ты вот станешь давать преимущество это ну неминуемый проигрыш поэтому ребята прошу вас когда вы берете героя зачастую я понимаю вам нравится по внешнему виду вот мне вот этот нравится я буду на нем играть пожалуйста посмотрите кто он танк и куда он играется по всем героем я прошелся я рассказал какой герой куда идет не надо брать мёрдока идти в лес это можно как бы можно сыграть но ничего хорошего от этого не будет чем-то хорошими закончится зачастую можно взять допустим условно говоря к взять к лари идти нами ты все это считает и подвел всю команду проиграю то есть то проигрыш почти прям ну стопроцентно если к лари будет стоять на виду то что эта игра командная и если хотя бы там 12 минут если два персонажа выпали из игры то есть два персонажа который неправильно пошли не на свою линию соответственно из-за этого они там умирают постоянно это все это уже неминуемый слив втроем против пятерых очень сложно вытягивать это почти нереально как то так ладно все не буду дальше затягивать давайте ребятки встретимся тогда уже на полях сражения всем удачи в катках